Если я на чём встаю, я за это повстаю, я за это повстаю. Этот спектакль уже имел успех на разных театральных подмостках страны, но было это около 30 лет назад. Поставить на брянской сцене одну из самых обаятельных инсценировок русских сказок взялся Борис Ярыш. Пожалуй, единственное, что осталось от оригинала, это несравненная музыка Максима Дунаевского, написанная специально для этой сказки. Пьеса написана очень давно, музыка к этой пьесе написана тоже очень давно, и уже всё это забыто. Я думаю, что с нашей лёгкой руки будет снова идти. Репетиции нового спектакля шли около двух месяцев. Особых трудностей, вспоминают режиссёры и актёры, не было. И это несмотря на то, что почти каждому персонажу на сцене приходится и петь, и танцевать. Дмитрий Нинахов, играющий главного героя сказки Емелю, вокальным даром не обделён. А вот над хореографическими по актёру пришлось попотеть. С танцами, конечно, была раньше история страшная для меня, но теперь полегче. Хотя всё равно, но вот это моменты, на которых я всё равно задерживаюсь и стараюсь подробнее работать. А вокал? Ну, вокал, ну, это душа поёт. Если самому актёру спектакль по душе, понравится он и зрителям, считает Борис Ярыш. К новой постановке режиссёр привлёк в основном молодых артистов, недавних выпускников актёрского курса. Для каждого из них дети – особенные зрители, а значит, и выкладываться нужно на все сто. Здесь работа филиграннее, потому что, мне кажется, любой артист так думает, считает и старается воплотить в жизнь, потому что речь идёт о детских сердцах, о детских душах, и поэтому здесь как-то теплее, нежнее. В любом случае, даже если это злодей, то это всё равно не совсем уж злодей такой. А злодеев на пути русского парня к своему счастью хватает. Брянский Емеля всё так же ездит на печи и исполняет желания при помощи волшебного заклинания. Но он то и дело попадает в переплётные комические ситуации, преподносит ему судьба и необычные встречи. Ах! Какая царевна! Слушай, ни одни верь! Ты понимаешь, неущая зельница, и подумай, меня невеста! Выходит, ты царевну не любишь? Нет! Ну как ты смеешь её не любить? Ну ты знаешь, какая она! Да лучшей царевны нет на свете! Ничего ты не понимаешь! Их правильно царь-батюшка сказал, всему бывает конец. По шучему велению, по моему хотенью, полюбитель, принц заморский царевну. Спектакль, считает Борис Ярыш, будет интересен не только юным зрителям, но и родителям. Сказки те и другие вместе с увлекательным зрелищем найдут для себя массу полезного. Елена Бочкарёва, Александр Егоров, События Брянск.